Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Меня зовут... Да какая разница, как меня зовут? Вчера назвали Потапыч. Я не знаю, кто ты такой, но обязательно посмотрю. Ну, тогда поехал. Сегодня ролик будет о чем... На моем канале я сам копаю разное интересное. Есть видео про заброшки, а также ролики про клады и кто там чего почем продает. Чтобы много не говорить, все ссылочки есть под видео. А вот сегодня будет не совсем обычный ролик. Чего в нем необычного, спросите вы. Это ролик не совсем в тему для моего канала. И сделал я его, чтобы просто поднять вам настроение в выходные дни. А давайте посмотрим, где люди прячут контрабанду. Ну, чтобы никто не догадался. Мы, люди, можем быть очень изобретательны. Да, чуть не забыл. Хотел передать привет Александру Божову. Санек, ты молодец. На таких людях, как ты, держится все. Александр у нас из Авдеевки. Итак, ехал себе поезд через границу. Все как обычно. Чух, чух, чух. Перевозил пиломатериалы. Дерево, ольху. И при проверке, то ли удачный день был у пограничника, то ли какой-то дятел настучал. Неважно. Наобнаружили они между кучей бревен, а было там всего 27 тонн дерева. Нашли в 55 бревнах тайник. И там было ни много ни мало, а 25 тысяч пачек сигарет. Преимущественно белорусского производства. И, конечно же, все безакцизных марок. Представьте, как это было непросто. Сделать вот такие вот отверстия в дереве. Тут дрель вам не поможет. Все сделано, так сказать, под ключ с размахом. Заглушки подогнали так, что комар носа не подточит. Но, увы, такие большие сигареты для Гулливера до места назначения не дошли. И продолжим про сигареты. Молодой белорус 24 года придумал, как спрятать в раме и в колесах велосипеда, ни много ни мало, 52 пачки сигарет. Но или конструкция выглядела неестественно, или таможенники попросили прокатиться на необычном велике. Но белорус все-таки спалился. И все. Кукин-кваккин. Вы думаете, только молодежь сходит с ума? А нет. Вот пожилая белорусска попыталась вывести 50 пачек сигарет. И запихала их куда в хлеб. И так профессионально, что комар носа не подточит. А вызвал подозрение только вес этого хлеба. Спалилась. А никто не хочет тортика? Уверен, с такой начинкой вы такого не кушали. А что, под мастикой просто красота. А вот задержали в бобровниках парня 29 лет. Он решил вот так вот усовершенствовать тормозную систему автомобиля. Да что там тормоза? Это для слабаков. А вот в раздаточной коробке автомобиля спрятать сигареты слабо? Я бы точно не догадался. Ну конечно же кто-то скажет, это все мелочевка. А если вот по-крупному, куда можно запихать много? Так вот, гражданин Литвы на пропускном пункте Котловка решил не мелочиться. В топливном баке и в порогах автомобиля было спрятано 2800 патчек сигарет. Более чем на 21 миллион белорусских рублей. Ого-го. Ну сигареты понятно. А вот наркотики, всемирное зло. Как можно попытаться провести их? А вот так вот в шнурках. Представьте, это же надо было додуматься. Вот так вот внутри шнурка. А вот сотрудники таможни в Кувейте задержали голубя с наркотиками в миниатюрном рюкзаке, в котором было 178 веселых таблеток. Жаль, что не уточняют, как именно они его задержали. Птица все отрицает. Рюкзак немой. Все подкинули. А вот так вот нагло и банально человек хотел пронести гранату. Уверял, что это игрушка, которую он купил в магазине. Наверное, игрушка жук-грохотун, да? Чем люди думают? А вот в Поднебесной была задержана девушка, которая пыталась пронести под одеждой ни много ни мало 102 айфона. Женщина привлекла внимание тем, что как бы тело ее было не совсем пропорциональным. И одета была не по погоде. Очень тепло. Проверили и опа-на. Вот так, друзья, бывает. Делайте выводы. Контрабанда это плохо. Так делать нельзя. За это большие штрафы и строк дают. А кто-то скажет, а как же те, у кого мандат или дипломатический паспорт? Да вы что, люди добрые. Это же святые человеки. Они никогда не нет. Да, друзья, напишите только честно, чего вы думаете по данному ролику. Хорошего вам дня, а может быть, конечно, кому-то и вечера. Не берите глупого в голову и тяжелого в руки. До новых встреч на канале. Пока-пока. Да, с понедельника все как обычно будет по теме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok